Салют, чуваки, с вами Кейт, и мы с вами возвращаемся в прохождение, посвященное Королевству Фанатиков за нашего персонажа Отто из клана Скорпио. Как вы помните, в конце прошлой серии он вышел из состава Королевства Анаритов, и, соответственно, они объявили ему войну как предателю. Его же цель, как бы в данной истории, в данном прохождении, называйте как хотите, его же цель заключается в том, чтобы захватить все это Королевство Анаритов и уничтожить всю знать, которая встала на сторону короля и предала религию, которой он посвятил всю свою жизнь. И вот буквально спустя несколько дней путешествуя по окрестным землям в поисках лордов, которых он мог бы выцепить поодиночке и уничтожить, он встречает отряд лорда Пиракара, который поджидал его недалеко от его границ. И он, к своему собственному сожалению, попался в эту ловушку. И хоть отряд Пиракара был немножечко больше по количеству, но все-таки войска Отто были более закаленными бойцами. Ну что ж, посмотрим, что же победит. Подготовка и истинная вера против количества и алчности. Итак, Отто расставил своих бойцов, но, как видим, вражеская кавалерия тут же решилась пуститься в бой. Выбрана была довольно необычная формация, которая подразумевает собой удержание большей части пехоты противника, а после чего проникновение самых, так сказать, тяжелых пехотинцев уже за спины другим пехотинцам для того, чтобы их, естественно, растерзать с флангов. Будем надеяться, что данная стратегия для Отто сработает. Для большей надежности все-таки стоит вот таким вот образом немножечко их переставить, потому что в данный момент солдаты стоят не совсем как положено. Так, стоят они у нас с вами, давайте проверим данные, ребята, в стене щитов, данные тоже у нас с вами в стене щитов. Очень даже хорошо, хотя затесалась парочка стрелков в одно из формирований, в другое вообще затесалась каким-то образом. Кавалерий тоже не особо понятно зачем и почему. Ну да ничего, если поставим их немножечко вперед, в принципе, данный конь мешать здесь не должен. Вражеская кавалерия была растоптана, союзная же кавалерия будет ожидать с фланга для того, чтобы зайти в тыл врагу и расстрелять, вернее, уничтожить вражеских стрелков, ну и пехоте немножечко подгадить. Немножечко позже, естественно. Так, ну, в принципе, тактика понемногу, но все-таки здесь у нас с вами работает. Так что по уничтожению противников. Четверо умудрились каким-то образом и зачем-то сбежать, хотя бой толком не начался, и пятеро еще было ранено. Но, в общем и целом, пока что у Отто все происходит очень даже хорошо. Будем надеяться, что дальше так оно и будет. Хорошо, огненные камни довольно неплохо здесь работают, как мы видим. То есть они прям раскидывают врагов пачками, это весьма-весьма хороший знак. Как и ожидалось, вражеская пехота разделилась на два небольших формирования, и принялись они как бы раскидывать всю эту пехоту Отто. Небольшие здесь проблемы, данное формирование почему-то решило не участвовать в происходящем, что довольно-таки странно на самом деле. И вообще решило пройти мимо части формирований, что вообще на самом деле дико странно, но ничего. Кавалерию нужно завести за спину, чтобы она тоже помогла и напала, естественно, на врага. Единственное, за что больше всего я беспокоюсь, это за то, что огненные камни полетят как бы в союзников. Вполне возможно, это у нас такое оружие, которое без особых проблем может поднасрать как бы уже и не только врагам, но и союзникам. Вражеский лорд также пал в данном бою, но и в принципе битва была выиграна. Потеряно всего лишь 13 человек, и данная тактика себя более чем оправдала. То есть Отто здесь прям великолепный бой провел, как мне кажется. То есть врага было на 30 человек больше, и по итогу потеряли всего лишь 13 бойцов. Тактика себя определенно оправдывает. Так, давайте посмотрим, кто убил больше всего. Это убили у нас адепты. Это у нас сами алхимики, огненные чемпионы, флеймены. Ну и немножко постарались леготины и пиромансеры. Ну то есть по большей части убивали в основном у нас сами огненные чуваки. Но как видим, лесничие, обычные лесничие ветераны, то бишь наемники-стрелки, тоже довольно неплохо постарались в данном бою. Отто определенно стоит ими гордиться. Хотя ему также стоит гордиться и самим собой, раз уж он наконец-таки не полез в бой для того, чтобы получить очередную рану, но естественно изгадить данное сражение. Итак, лорд пирока будет взят, естественно, в плен, а позже будет, естественно, казнен, опять же, для того, чтобы уменьшить численность противников. Будут, конечно же, взяты пленники для того, чтобы их продать и получить с них определенное количество денег, потому что финансы, как ни крути, это довольно важная составляющая. Необходимо платить жалования своим воинам. Так что отто необходим будет сгонять в какой-нибудь нейтральный город для того, чтобы продать свою добычу. Тем временем, кое-какое снаряжение было здесь получено, так что можно заменить некоторые элементы экипировки для его жены, для его верного прислужника Гармунда. Это будет очень даже неплохо. Лошадь ему, естественно, выдавать никто не будет, ну потому что она ему просто-напросто не нужна. Он у нас является командиром пехотинцев, правда без знамени. И это дело тоже необходимо будет, на самом деле, исправить определенно. И найти какие-нибудь неплохие дротики, которые тоже как бы ему бы здесь помогли. Ну, в принципе, вроде подобрали какую-какую экипировочку, и теперь данный товарищ будет в ближнем бою еще более полезным, что, конечно же, хорошо. Жаль, конечно, что вот с огненными камнями проблема. То есть надежда была на то, что Отто сможет все-таки освоить все вот эти вот навыки метания огненных камней, сможет огненными камнями еще больше уничтожать противников самостоятельно. Но пока, к сожалению, он освоил огненные камни всего лишь на самом базовом уровне. Но, тем не менее, какой-никакой прогресс уже намечается. Первый лорд вот-вот будет уничтожен. Так, и пойдет он у нас с вами в ближайший имперский город для того, чтобы продать какую-какую добычу и кое-каких пленников, ненужных, естественно. И немножечко поднять на этом деньжа для того, чтобы он мог существовать, естественно, содержать свой замок, свой гарнизон и так далее. Что ж, ладно, немножечко он отошел от поля боя, все у него стало более-менее нормально. Значит, настало время казнить первого анаритского лорда, лорда-предателя. Если бы он сильно не торопился, то он бы разжег костер и с радостью бы сжег этого еретика. Но, к сожалению, придется обойтись простым отрубанием головы, так как время ограничено. Враги могут поджидать его где угодно. И, к сожалению, после этого его перестали считать честным. Но такова воля бога. По итогам этих небольших манипуляций отто получил около 13 тысяч, после чего он отправляется в свой родной замок для небольшой передышки и, естественно, пополнения собственных войск. Тем временем его преследует член клана наемников Элифтерия, который служит у анаритов, соответственно... О, даже два отряда сразу. Что довольно-таки опасно, на самом деле, потому что незначительно, значительно быстрее, чем отто передвигаются. Из чего можно следовать, что его просто-напросто здесь догонят, абсолютно без шансов. Да, большую часть пленников он оставил, потому что в будущем это станут... Они станут довольно-таки неплохими наемниками, но тем не менее. У врага, кстати говоря, огромная просто кавалерия, так что отто будет крайне-крайне больно. После чего предстоит сразиться с еще одним отрядом из этого же клана. И ничего здесь не поделаешь. Разница в скорости просто колоссальная. И отто придется провести две битвы подряд. Интересно, чем же это все закончится. Что ж, настало время этого боя. Он будет, безусловно, тяжелым, потому что противника довольно большая армия. Сто на сто. И большая часть это все-таки кавалерия. Их очень-очень много. Да, посмотрим, во что же это по итогу выльется. Смогут ли огненные камни как-то помочь в этом деле. Или они будут здесь бесполезны. Что ж, поглядим, поглядим, поглядим. Хотя, если честно, сомнения у меня довольно серьезные по этому поводу. Сильно я сомневаюсь, что огненные камни смогут внести какой-то серьезный разлад в строй противников. Скорее всего, наоборот. Скорее всего, большинство людей здесь все-таки поляжет к чертям собачьим. В этом я практически не сомневаюсь. Стрелки, конечно, могут здесь довольно существенно помочь. Но вот пехота, да и кавалерия, в принципе, тоже. Они, вероятнее всего, будут плюс-минус бесполезны, к сожалению. Главное, чтобы сам Отто здесь не полег в самом начале. Потому что он со своим огненным мечом, который, конечно, тоже есть у его союзников. Но, тем не менее, он все-таки будет весьма-весьма здесь полезен. Ну, надеется, он сможет справиться с этим противником. Хотя, с другой стороны, если он сможет с ним справиться, то как бы справится ли он со следующим противником, который будет не менее силен. Вопросы как бы все еще остаются. Но, на всеобщее удивление, как-то противник разваливается без особых проблем. Особенно учитывая, что следующий враг будет еще слабее. Как-то сомнения отпадают в том, что у Отто как бы все получится. Кстати, настало время испытать те самые огненные... Тьфуууу, ты ну ты! Огненные камни. Ну да, самые слабые огненные камни, действительно, самые слабые. Бьют они уроном по площади, что, в принципе, естественно, они же взрываются в конце концов. Но, тем не менее, очень сильно хотелось бы посмотреть их в деле, даже такие небольшие камни, если все-таки кинуть их в огромную кучу врагов. Итак, было потеряно всего лишь 4 солдата. Проблема в том, что раненых-то было 18, и двое еще умудрились сбежать, что действительно ранит Отто в самое сердечко. Он не знал, что среди его подготовленных воинов так много трусов. Еще одна битва была выиграна, но, опять же, это не конец. Добраться до собственных земель для Отто будет все еще довольно-таки сложно, особенно учитывая, что у него враг на хвосте. Он довольно серьезно замедлен, но враг, судя по всему, боится. Несмотря на то, что у Отто 50 раненых человек, то есть данный противник без собых проблем смог бы сейчас его нагнать и попытаться, по крайней мере, наказать. Но, к удивлению, Отто он этого не делает. Видимо, он увидел, как его союзника разбили в пух и прах, и побоялся. Тем временем, наконец-таки, у Отто родился первый ребенок. Это, кстати говоря, дочка, и назвали ее Нерея. Что ж, давайте посмотрим, как обстоят дела в фамильном поместье Отто. На самом деле, все не очень хорошо, потому что его стены все еще являются довольно-таки слабыми. То есть, когда придет вражеская армия, а она придет, Отто будет довольно непросто с этими слабенькими стенами. Поэтому он решил все это дело заранее модернизировать, но все равно, несмотря ни на что, ему предстоит обороняться еще 70 дней и надеяться на то, что за это время все-таки Анариты не соберут полноценную армию и не попытаются сломать Отто лицо в это время, ну и казнить его, естественно. То есть, у него надежда остается исключительно на то, что в ближайшие 70 дней противник не нападет. А как вы сами понимаете, такие надежды, ну, довольно-таки, редко все-таки оправдываются, особенно учитывая, что у Анаритов, как бы, нет других противников в данный момент, кроме Отто. Это довольно-таки жестко. А вот этого вот товарища из клан наемников нет, на самом деле, смысла никакого казнить. Он, лично Отто, ничего не сделал, а бессмысленные убийства Отто презирает, поэтому он решает его оставить и, возможно, в будущем продать за выкуп. Хотя, возможно, он просто-напросто именно оставит его в темнице, не будет его продавать лишь для того, чтобы у него было меньше противников, которые будут посягать на его жизнь и жизнь его подданных. Немного восстановив свои боевые силы, Отто отправляется на поиск того самого вражеского лорда, который его преследовал, но побоялся на него напасть. И в итоге он выслеживает его самостоятельно и загоняет буквально в угол. Хотя вражеский отряд был значительно быстрее, но, к сожалению, глупость их командира, возможно, сейчас будет стоить многим бойцам их жизней. Итак, Отто расставил свои подразделения, и войска противника потихонечку начинают на него наступать. Медленно верно. Самое главное, что здесь, во-первых, значительно меньше вражеских войск, во-вторых, здесь все-таки и кавалерик такой поменьше, есть даже какие-то стрелки, конелуки, в общем, меньше действительно серьезных противников. Да и Отто может немножечко поиграться как раз-таки с огненными камнями и научиться ими значительно лучше пользоваться. Хотя это, на самом деле, крайне-крайне опасная затея. Ну что ж, ладно. Для Отто, вернее, для кавалерии Отто, настал момент, наконец-таки, пуститься. Хотел сказать, в пляс, но нет. Пуститься в бой, а самому Отто настало время немножко аккуратнее пользоваться камнями, потому что он может просто-напросто напрядить своим союзникам. Тем временем он становится значительно лучше в использовании метательного оружия, что в будущем сыграет для него очень хорошим подспорьем. Так, а его союзникам пора все-таки отправиться в атаку, потому что кавалерия противника уже потихонечку подбирается как раз-таки к его стрелкам, поэтому пехоте все-таки пора взять бубенцы свои в кулак и идти атаковать этих засранцев. Так, все идет прям великолепно, слушайте. Отто прям все отлично. Конечно, минимальные потери, притом противник теряет людей, ну, просто-напросто регулярно. Это очень хорошие для него новости, кстати, а где противники-то? А их осталось всего лишь 10 человек, кстати, именно столько потерял Отто. Вернее, уже даже 11, но не суть важна. Тем не менее, потери, конечно, больше, чем в предыдущем бою, на удивление. Но, несмотря на это, они все еще довольно несущественные, видимо, потому что союзник Отто, Гармунд, все-таки является довольно неплохим врачом, видимо, именно поэтому такие низкие потери в отряде у Отто. Он взял себе довольно неплохого врача, перед тем, как пойти на столь рисковый шаг, как восстание против собственного королевства. Итак, 11 человек было потеряно, 15 было ранено и двое сбежали. Он вроде бы регулярно увеличивает боевой дух среди солдат, благодаря своим победам, но этого почему-то не хватает, чтобы солдаты просто-напросто перестали сбегать каждый бой. Это действительно немножечко раздражает. Но здесь ничего не поделаешь. Так что ж, настало время быстренько отдохнуть здесь и вновь отправиться в город для того, чтобы продать как раз-таки всех вот этих вот пленных, которые Отто не нужны, то есть именно пленных из вот этого вот клана, заработать на них немножечко бабла, ну и, естественно, вернуться назад в свое поместье и ожидать нападения как раз-таки от анаритов. Но, к сожалению, все, как всегда, идет не по плану. Он встречает отряд из войск анаритов, ему приходится спешно вернуться в свой замок, скинуть как раз-таки пленных, которых он взял на продажу, и идти защищать свою деревню, потому что именно эта деревня снабжает его замок провиантом. Это довольно-таки важно. Плюс этот товарищ решил собрать армию и все-таки изничтожить, ну, вернее, захватить как раз-таки замок Отто, что для него, ну, прям катастрофически плохо. Кстати, они там еще и людей умудрились потерять. Вот дурачки все-таки, а? Так, ему главное подкараулить данную армию, чтобы она не получила небольшое, но все же, подкрепление из ополченцев данной деревни. Поэтому здесь довольно-довольно тонко нужно поступить, напасть на них вдали от деревни, чтобы они были отрезаны, так сказать, от небольших подкреплений из деревенских, и тогда уже им спокойненько сломать хребет и уничтожить данного лорда. Итак, у нас с вами лорд Серпентас, у которого теперь 150 человек вместо 160, которые были. Что ж, так даже лучше, тем более, как мы видим, они не особо все-таки подготовлены, много у них стрелков, неплохо пехоты, но вот кавалерий, конных лучников, которые являются довольно проблемным звеном для Отто, у них нету. Ну что ж, для них это будет явно серьезной проблемой. Как говорится, план был надежный, что швейцарские часы, но, к сожалению, противник не повелся и решил не нападать на подразделение Отто. Поэтому, к сожалению, ему предстоит напасть самостоятельно. Получится или нет, вопрос, как говорится, хороший. Ну что ж, понадеемся, что у него все-таки все получится. Сейчас ему необходимо плавненько переставить свои войска немножечко ближе, так сказать, к границе противостояния, и надеемся, что у него с этим делом все получится не менее хорошо, чем было до начала сражения. Что ж, время наступать. Войска постепенно идут, правда, к сожалению, они здесь не в той формации, из-за чего будут передвигаться довольно-таки медленно. Значит, временно придется их здесь поменять. Плюс ко всему, кавалерия должна переместиться немножечко поближе к линии фронта, чтобы они могли вовремя, так сказать, влететь во всю эту битву. Стрелки у нас подготовили свои огненные стрелы, так что, да, врагам будет довольно-таки жарко. Проблема в том, что у врагов здесь как бы стрелков немножечко побольше, чем у Отто и компании, поэтому тупо их пересидеть вряд ли получится, на самом деле. То есть противник здесь весьма-весьма силен. Щитов у Отто и его братвы не так уж и много, если честно. Они, конечно, парни удалые и все такое. Но этого, к сожалению, действительно может просто-напросто здесь не хватить, поэтому необходимо Отто как бы взять все это дело в свои руки. То бишь взять кавалерию, пойти уже как бы на противника. Что ж, давайте этим займемся. То есть необходимо немножечко попугать лучников вражеских, естественно, чтобы наши союзные лучники могли в этот момент их перестрелять. Ну и плюс ко всему, как бы, чтобы и кавалерия, которая сейчас сюда направится, тоже немножечко подсобила в этом деле. Это все довольно-таки важно. Плюс можно воспользоваться огненными камнями, которые, безусловно, какой-то небольшой, но все же дамаг здесь нанесут и противнику малину всю изгадят. То есть заставят его немножечко изменить свою формацию. Вообще будут его гонять туда-сюда, пока стрелки Отто в бонусе с кавалерией будут немножечко им здесь наваливать. Это довольно-таки неплохая стратегия, как мне кажется. Опа, противник что-то неожиданно загорелся. Почему интересно? Очень увлекательно. Ну хорошо, пока что стратегия действует. Противники потихонечку умирают. Плюс урон от огня еще получают. Те, по крайней мере, кому не повезло, как мы видим. В общем, пока все это хорошо. Плюс ко всему, вражеская пехота начала наступать. То есть она действует идеально по плану. То есть кавалерию можно в бачок немножечко отвести. После чего натравить на вражеских стрелков. И кавалерия без особых проблем их растерзает. Пока вражья пехота будет здесь занята всеми остальными подразделениями. В общем, они идеально попались на вот эту вот довольно банальную ловушку. Что ж, я им, если честно, соболезную. Поступили они, ну, прям максимально глупо. И ничего с этим поделать уже, к их сожалению, не смогут. Да, ребята не очень умные, но все же настырные. За это я их немного даже уважаю. Но лишь немного, не более того. Настало время пустить всех наших бравых ребят в атаку. Потому что от противника уже вот-вот ничего не останется. В принципе, все, что у них осталось, на самом-то деле, это лишь пачка стрелков. Вся пехота была уничтожена. Вместе с небольшими кучками кавалеристов, канелуков и так далее. Так что уже буквально вот-вот настанет им конец. И этот отряд вместе с этим лордом канут в небытие. Ну, классика. Солдаты, как говорится, могут быть, конечно, плохими. Но на самом деле плохим все-таки является их командир. Потому что хороший командир может вытянуть любой бой. Но, к сожалению, Анаритам в этом плане очень серьезно не повезло. Ведь против них сражается Воин Священного Пламени. Так что шансов у них довольно-таки маловато. Не особо умный парень, но зато в стратегии почти что бог. Ну, не считая этих моментов, конечно, когда он сам ломится в бой. И порой отхватывает значительных таких звездюлей из-за своей излишней самоуверенности. Но, как бы, сложно быть не самоуверенным, когда у тебя огненный меч, который разрубает твоих противников пополам и поджигает их трупы. Ну, и по итогам Отто потерял 13 человек. Противник потерял совсем чуть-чуть больше. Ну, в общем и целом, Отто здесь просто распял его, как и всех остальных. Ну, а лорд Серпентес, естественно, был взят в плен для того, чтобы позднее быть казненным. Как, думаю, сами и понимаете. Бонусом ко всему, конечно же, были взяты в плен обычные солдаты и еще немножечко различного снаряжения, которое наверняка может быть использовано для того, чтобы улучшить, так сказать, положение дел вот у этого товарища. Гармунда Горчинки, у которого явно проблемы с одежкой, со снаряжением и со всем остальным, потому что он готов одеть любой хлам. Потому что этот самый любой хлам будет лучше любого его снаряжения. Ну, да ладно, это его дело. Сейчас главное, как можно быстрее добраться до Джалмариса, продать все, что можно как бы продать, естественно, и получить с этого дела небольшие финансы для того, чтобы поддерживать огонь революции, для того, чтобы поддерживать огонь священной войны. Так, кстати, у города осталось не так уж и много финансов. Это, на самом деле, немножечко разочаровывает, значит, вскоре придется двигать не только в этот город, ну, для необходимой продажи, но, возможно, и в какие-то другие города. Но, к сожалению, с этим ничего не поделаешь. Рано или поздно это должно было произойти, потому что Отто здесь снабжает их только в путь. Сниженный урон, получаемый от дальних атак. Так, думаю, это то, как раз-таки, тот самый штандарт, который прям необходим для вот этого вот товарища. Ну, а как раз-таки живность, в принципе, наверное, лучше оставить для того, чтобы изрезать ее на мяском и шерсти. Но об этом немножечко позже. Так, финансов он получил 30 тысяч благодаря продаже различных товаров. Так, ну и можно еще, конечно же, продать всех пленников, но перед этим, ну, чтобы не продать случайно лорда, которого он захватил, ему все-таки необходимо казнить лорда Серпентеса, а то, опять же, он мог случайно его продать. Что ж, лорд, ты неплохо служил королевству Норитов, но пошел ты по неправедному пути. Так что твой путь в этом мире окончен. Как говорится, помянем пацана. Но здесь ничего с этим уже не поделаешь. Таков был путь, который избрал Отто. Он не особо ему нравился, но он знал, что это праведный путь. Ну, а на этом, дамы и господа, нам с вами пора прощаться, потому что Отто, как и мне, необходимо немножечко отдохнуть. Уже совсем скоро его похождения в этом грешном мире продолжатся. Надеюсь, текущий эпизод вам понравился, и вы не забудете влепить ему лайк, ну и, естественно, подписаться на канал. Ну что ж, а у меня на этом все, с вами был Кит, и всем пока.